ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! Так нечестно. Я кончила первый. Ребята, всех приветствую! Мало кто знает, что я обожаю игры про зомби, люблю атмосферу апокалипсиса, мир, который интересно исследовать, толпы зомбаков, взрывы, хаос, море оружия и всё в этом духе. И сегодня поговорим об одной из лучших, на мой взгляд, игр про зомби. Как играется в Dead Rising 3 в 2023 году? Как она выглядит на фоне остальных, более новых зомби-игр? И какие у неё преимущества перед конкурентами? Так давайте же дружненько нальём чаёк-кофеёк и погрузимся в этот безумный мир восставших мертвецов. Здесь не будет пересказа сюжета и прочих споулеров. Исключительно мои впечатления от игры десятилетней давности. Начну я с того, что ни в коем случае не принижаю заслуги первых двух частей серии Dead Rising. Они безусловно шикарны, но именно третья часть зацепила меня больше всех. Любые игры в данном жанре, например серия Dead Island или же Dying Light, как бы это грубо не звучало, но по геймплею они просто берут глубоко за щёку. В этой игре акцент сделан не на серьёзность, а исключительно на веселье. Игровая механика в Dead Rising 3 отрабатывает идеально. Я не буду говорить про сюжет и графику, эти элементы могли сделать в разы лучше. Ну да ладно, отодвинем эти моменты на второй план, так как большую часть времени в играх мы проводим именно за геймплеем. Как бы это странно не звучало, но вид от третьего лица влияет на восприятие игрока в картинке. Ты полностью видишь своего персонажа, его движение, внешность, боёвку со стороны. У тебя лучший обзор окружения. Бить зомбаков с видом со стороны одно удовольствие, выглядит очень зрелищно. А зомбарей здесь предостаточно, я бы сказал даже очень много. Практически каждый квадратный метр занят ходячими, которые готовы с удовольствием вами полакомиться. В игре очень сильный эффект присутствия из-за огромных хорд зомби. Мир здесь далеко не скучный, всё время нужно двигаться и куда-то бежать. Попутно забегая в различные магазинчики в поисках еды для пополнения здоровья и поиска новых орудий. Так как у любого оружия есть свойство ломаться. Мир в игре открытый и ничто тебя не ограничивает по нему передвигаться. Гуляй где хочешь. Выбор арсенала здесь просто нереально огромный. Любой предмет в игре можно использовать в качестве атаки. Ножи, кинжалы, биты, топоры, ломики, различный огнестрел, всё что душе угодно. Если этого мало, ничто не мешает скомбинировать из нескольких приметов более прокаченные варианты, которых также огромное количество. Достаточно найти схемы которые разбросаны по городу, а затем подобрать материалы. В игре отличная боевая система, есть прокачка рукопашного боя, здоровья, ловкости, снаряжение и много чего другого. С каждым новым полученным уровнем мы получаем очки атрибутов, которые тратим на нужные нам категории. Касательно убийств и прочей расчлененки, здесь всё отлично. Много мяса гарантировано. Ходячих можно рубить прям пополам. Выглядит очень эффектно и круто. Игру кстати разрабатывала студия Capcom Vancouver. И ребята точно знали толк, как развлечь игрока на долгие часы. В 2013 году на релизе игра насколько помню была очень требовательна к железу. Так что кто не поиграл тогда, думаю сейчас в 23 самое время. Самое прекрасное в игре это атмосфера. Игра притягивает тебя исследовать мир. Можно забежать на шикарную виллу, полюбоваться интерьерами и полутаться. Бежишь дальше, попадаешь в игровой клуб или же в магазин одежды. Рестораны, парикмахерские, ювелирки. Обильное количество зданий разбросаны по небольшому городку. Причем локации очень хорошо подобраны и проработаны. Несмотря на скромную небольшую карту, зайти можно практически в любое здание, где можно найти кучу всего интересного и полезного. По городу разбросаны предметы коллекционирования, статуэтки, осмотр жертв эпидемии и уничтожение громкоговорителей. За это мы получаем очки опыта. В каждой локации присутствует свой шарм. Ты видишь, как был устроен быт людей до начала эпидемии. С наступлением ночи начинается больше веселья. Зомбаки становятся агрессивнее. Городок начинает играть другими красками. Неоновые ночные вывески, толпа зомби и ты наедине со своей катаной смотришь на красивые места, где когда-то кипела жизнь. Помимо крафта оружия, можно конструировать специальные боевые машины, которые будут эффективны против мертвичины. В игре есть обычные автомобили, дорогие спортивные и даже мотоциклы. Выбор остается лишь за тобой. Катайся по городу, дави зомбарей и наслаждайся. Про физику транспорта говорить смысла нет, так как это не гонки, а этакий зомби боевичок. Но тем не менее, никаких отвращений от вождения я не почувствовал. Все вполне сносно. Так как я играю версию на ПК, управлять клавиатурой и мышью приятно. Так же как и на геймпаде, проблем с этим не возникает. Наш персонаж может прыгать, делать перекаты и вскарабкиваться на различные строения. В общем, залезть можно практически куда угодно. Игра позволяет это сделать. Так как игра третьего лица. Одевать своего перса приносит больше удовольствия. А шмоток в игре предостаточно. Магазинов насыпано с лихвой. Заходи в любой и одевай что угодно. Ботинки, брюки, рубашки, головные уборы, различные костюмы. В этом плане вариативность одежды очень обширная. Как я говорил ранее, игра цепляет своей атмосферой. А музыка только усиливает ее. До начала апокалипсиса, кто-то слушал музыку и свалил забыв ее выключить. Заходишь например в чей нибудь дом. А там играет какой нибудь клубняк или же рок. И ты по драйвовому зончик начинаешь месить ходячих. Интересная задумка. К остальным звукам так же вопросов нет. Выстрелы и прочие звуковые эффекты ощущается реалистично. Все сделано на уровне. Искусственный интеллект в игре не блещет сверхразумом. НПС туповатые. Это касается зомбарей и прочих врагов. Включая боссов. Умом их явно не наделили. Видимо это было сделано в угоду количества зомби. Их просто настолько много, что я даже не представляю, что бы стало с персонажем будь они поумнее. В игре очень большой потенциал для реализации различных побочных квестов. Бесшовный открытый мир это позволяет. Но к сожалению разработчики решили не заполнять карту активностями. И ограничили определенными заданиями. Приходится самому генерировать разные идеи, чтобы себя развлечь. Очень не хватает наполнения карты побочными миссиями. К недостаткам можно отнести сюжет, который разработчики почему-то хотят преподнести на серьезных щах. Типа, посмотрите какую серьезную зомби игру мы сделали. Но на деле это выглядит нелепо. Все увидел. Тетка из телевизора. Подручная Хемлока. Она убивала выживших. С чего вдруг? По крайней мере, когда все это выплывет наружу, восторжествует справедливость. Присутствует русская озвучка. Но, на мой взгляд, она не очень хорошего качества. В графике также есть вопросы. Игра выглядит сероватой. Не хватает ярких красок и текстур более высокого качества. Хотя, это дело вкуса. Я быстро привык к картинке и для меня это не проблема. Dead Rising 3 это чистой воды веселья. Главная функция это развлечь игрока. Очень увлекательная и по хорошему безумная игра, в которую интересно играть. Да, безусловно, в ней есть недостатки, но геймплей перекрывает все минусы. А у меня на этом все, друзья. Когда выйдет следующий ролик, это большой вопрос. Как вы могли заметить, я подзабросил канал на долгое время. На то были свои причины. Я не могу с точностью сказать, что будет дальше. Если вас не устраивает такой расклад, вы можете спокойно отписаться. Я даже не обижусь. Но, а если вы действительно заинтересованы в моем, так сказать, творчестве, всегда милости прошу. Ну и по традиции скажу свою прощальную фразу. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Удачи вам и хорошего настроения. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok